Органические продукты Органические продукты Но риск вреда от бактерий, устойчивый к множеству ядов и к многочисленным видам антибиотиков, был ниже в случае органического мяса Итак, и те и другие продукты могут с одинаковым риском вызвать у вас заболевания, но пищевые отравления органическим мясом возможно врачам лечить проще А как насчет пестицидов? Есть много свидетельств о связи между воздействием пестицидов и увеличением частоты хронических заболеваний, таких как различные виды рака и диабета, нейродегенеративные нарушения, болезнь Паркинсона, Альцгеймера и боковой амиотрофический склероз А также врожденные пороки развития и расстройства репродуктивной функции Но речь шла о людях, чья жизнь или работа были связаны с пестицидами Возьмите муниципалитет Солинос в Калифорнии, где распыляется полмиллиона фунтов этой гадости Смелость забеременеть в подобном сельскохозяйственном регионе может повлечь за собой отклонение в развитии мозга будущих детей настолько часто, что беременные женщины с самым высоким уровнем пестицидов в организме, как показывают анализы их мочи, произвели на свет детей со средним дефицитом IQ аж в 7 пунктов 26 из 27 исследований обнаружили губительное воздействие пестицидов на развитие мозга детей Оно включало в себя проблемы со вниманием, расстройство развития и проблемы с кратковременной памятью Если вы сравните детей, рожденных с повышенными уровнями распространенных инсектицидов в крови и их пуповины, то увидите, что те, кто были подвержены такому воздействию, были рождены с отклонениями мозга И это были дети городские То есть, предположительно, пестициды использовались в домашнем хозяйстве Домашнее применение инсектицидов, например, использование инсектицидов внутри дома, может явиться фактором, способствующим развитию таких видов рака, как детская лейкемия Свидетельствующая о том, что необходимо повышать осведомленность среди жителей, которые по роду деятельности подвергаются контакту с пестицидами О потенциально пагубном влиянии их на здоровье их детей Хотя я и не думаю, что у большинства фермеров есть выбор Беременные женщины-фермеры могут удвоить вероятность развития у их детей лейкемии и повысить риск развития опухоли мозга Итак, привычное сельское хозяйство может быть опасно для беременных женщин, которые цепляют пестициды А как обстоят дела с нашей семьей, когда мы поедаем эту дрянь? Но прежде всего, тот факт, что мы распыляем пестициды на культуре и на полях, не означает, что они попадут к нам в организм, когда мы едим Или, по крайней мере, мы об этом не знали до того исследования, которое было опубликовано в 2006 году Ученые оценили уровни двух пестицидов, которые циркулировали по телам детей путем измерения специфических продуктов распада пестицидов в их моче Вот уровень пестицидов в телах детей от 3 до 11 лет в течение нескольких дней пребывания на обычной диете Затем они пересели на органическую диету на 5 дней И затем вернулись к привычному рациону Очевидно, что органическое питание дает незамедлительный и резкий положительный эффект, защищающий от воздействия пестицидов, обычно используемых в сельском хозяйстве Исследование было расширено Можете ли вы угадать на этих графиках, где дети ели органическую еду? Вам даже не нужно читать заголовки графиков, чтобы дать ответ А что у взрослых? Мы долго не знали И вот момент настал 13 мужчин и женщин едят продукты на 80% органические, а другие на 80% неорганические в течение 7 дней И затем меняются Ничего удивительного не случилось В течение преимущественно органической недели подверженность пестицидам была значительно снижена И не на какую-то там малость, а снизилась почти на 90% Таким образом, мы можем заключить, что потребление органической продукции действительно защищает от воздействия пестицидов Но означает ли это также защиту от болезней? Мы не знаем Исследования пока не проводились Тем не менее, пока суд доделал Потребление органических продуктов снабжает нас логическим подходом к мерам предосторожности Ссылки на исследования, использованные в обзоре, вы найдете в описании к видео Проект NF Russia развивается без рекламы Поддержать нас можно в проекте skyis.land Ссылка тоже в описании Если вам понравилось видео, жмите лайк Подписывайтесь на канал Вступайте к нам в группу, чтобы не пропустить новые выпуски Перевод и монтаж Ная Словник Закадровый голос Сергей Горин Руководитель проекта Сергей Алексанян Субтитры создавал DimaTorzok